Всем привет, меня зовут Сергей, и я болею раком. Так, стоп, нормально всё, я живой, пока. Пока. Мне 24 года, и я из Нижнего Новгорода. Всё детство я занимался спортом, именно карате. И вот этот спорт мне, в принципе, помогает даже до сих пор. Я им не занимаюсь уже, наверное, лет 5 я уже как-то не занимаюсь, но всё равно оно мне помогает до сих пор жить. Закончил школу в 9 классе, мне надоело учиться, и я пошёл в техникум. Техникум железнодорожный, отучился на помощника-машиниста, ни одного дня не поработал помощником-машиниста, потому что я по зрению не прохожу, да и, в принципе, меня в армию забрали. А тут отслужил в армии, и решил, что всё, мне пора жениться. Через год после армии я поженился. Мы не успели, в принципе, насладиться семейной жизнью, как и вот заболел такой болячкой непростой. Что это вообще за болячка? Как она называется? Называется эмбриональная рапдомеусаркома. Что это такое? Короче, по-русски это рак мягких тканей, либо рак щеки, как у меня, например. С чего всё началось? В марте 22-го года у меня на щеке начала расти шишка. Такая элементом. Ну, думал, что прикусил, просто так что-то думал, ну, пройдёт. В итоге через, наверное, недели-две мне жена говорит, ты чё, говорит, что-то ненормально, иди сходи ко врачу. Ну, а я чё, я дурак, что ли, по врачам ходить? Никто не ходит, а я буду ходить. Да ну его нафиг. В итоге всё равно меня убедили. Ходил к стоматологу, который сказал мне, ну, это не по моей части, иди дальше куда-нибудь. Там у кого-нибудь поспрашивали. Ну, я пошёл в больницу. Спросил в больнице. Мне в больнице сказали, ну, это тоже не к нам, иди ещё куда-нибудь спроси. Спроси, иди в онкологическом. В онкологический пришёл, мне сказали, что, ну, возможно, это к нам, а возможно, не к нам, поэтому давай анализ сделаем, потом дальше решим, что будет. Сделали анализ, он пришёл, пришёл отрицательный, что у меня нормально всё. Это просто обычная опухоль, которую можно вырезать. Ну, так я и сделал. Пошёл в больницу и вырезал. Но через недели три у меня начала расти снова. И с такой скоростью, там просто, нет, не знаю, как это описать даже. У меня за месяц выросла она так, что начала выпирать изо рта. Как я узнал, что у меня рак? Я, а чё я, как я? Я не помню. Это явно надо ставить. Как я узнал, что у меня рак? После того, как удалили мне опухоль, её отправили на анализ. Уже получается такой более правильный, что ли, ну, иммуногистохимический анализ, который бы показал как раз онкологию, не онкологию. Потому что все думали, что это онкология, но при этом в том диспансере, где должны были это найти, они не нашли там. Ну, в общем, когда отправили на этот анализ, мы должны были подождать всего две недели, и нам бы сказали результат. Но мы ждали этот результат два месяца, потому что он всё никак не приходил. Да вот мы туда звонили, там, пока не сделали. Ждите, ожидайте. В итоге два месяца прошло. Мы ждали результат анализа. Но он всё-таки пришёл. И как это было? Мы были с женой дома. Моя мама общалась с врачом-лечащим, и в какой-то момент, когда уже анализ пришёл, этот врач сообщил, есть начало, результат анализа. И моя мама сообщила моей жене. И жена уже мне просто говорит, всё, пришёл анализ и анализ онкологии. Ну, и тут я присел. Лечение у меня сейчас идёт, это химиотерапия. Два курса, получается, химиотерапии. Одна однодневная, другая пятидневная. То есть я могу... Одна химия, я прихожу туда, мне всё это вливают, и я ухожу домой. Памираю дома. Вот. И пятидневная, это я пять дней нахожусь в стационаре. Меня прокапывают, делают уколы, все вот эти вот, всю химию вливают. И только после этого я иду домой. Как у меня началась вообще эта вся история? У меня, получается, я с марта хожу с шишкой, и только в конце августа у меня началось лечение. Я съездил в Москву, мне назначили химиотерапию, я вернулся и начали меня лечить. Моя первая химиотерапия, это что-то с чем-то. Когда мне её сделали и отправили домой, она была однодневная, я приехав домой, пять дней провалялся дома, но мне всё хуже, хуже. Опухоль начала сходить, но мне было очень плохо. У меня не проходила температура, мне просто даже до то ли это было тяжело дойти. И сдав кровь на анализ, врач, терапевт мне сказал, езжай ты в больницу, там надо посмотреть, что-то с тобой не то. Съездил в больницу, так у меня оказывается был сепсис. Я два раза валялся в реанимации. Мне там переливали кровь, пытались восстановить. Зачем вообще переливали кровь? У меня гемоглобин был 60. Норма, минимальное её значение 120. А у меня 60. Мне просто врачи говорят, ты что, ты как вообще ходишь? В итоге переливали кровь. Помимо того, что переливали кровь, меня лечили от сепсиса, это антигрибковые, антибиотики, там ещё что-то, вот это все лекарства вкалывают. И так как я был в реанимации, я-то был в сознании, но вот там ничего нельзя, там нет ни телека, ни телефона, и ты валяешься голый, и никуда сходить, ни в туалет, ничего. Ты валяешься просто голый неделю в реанимации. В итоге так вот у меня я в реанимации был два раза. Но первый раз это я неделю провел, второй раз я на один день туда заехал, потом врач меня выписывал. Почему я лысый? Ну, все знают, что после химиотерапии у некоторых людей выпадают волосы, у некоторых нет. Так вот у меня выпали, и выпали они, как интересно, в больнице, после реанимации, я вышел в обычную палату, и ко мне пришла жена, и начала выдергивать у меня волосы. Насчет прогнозов, получается, у меня прогнозов нет. Почему у меня нет прогнозов? Потому что онкология, это такая болячка, которую даже врачи не знают, как лечить. Они реально не знают, как ее вылечить. И они методом проб и ошибок пытаются найти лекарство, которое может хотя бы как-то замедлить, либо, ну, вот некоторым помогает, некоторым нет. То есть стопроцентной вероятности того, что я вылечусь, нет. Я, получается, прохожу сейчас химиотерапию, два курса я прошел, мне помогало, все нормально, третий начал проходить, и вот сейчас, к середине третьего курса, я делал снова контрольные МРТ, потому что у меня начала опять расти шишка эта. И что с ней делать, я не знаю, врачи не знают, вот будут думать. Все, что касается моего состояния нынешнего и, в принципе, последующего, я буду рассказывать дальше в своих шорцах. Смысл того, что я делаю, это... В чем? Чтобы вылечиться просто, я хочу жить, блин, и все. Вот это обстоятельство. Я говорю, реально, вот просто вот так вот, да? Мне для чего вылечиться? Глупый вопрос, блин, я жить хочу. Ходите к врачам вовремя. Вот это вот я понял уже даже по начальным этапам. Если бы я начал все это дело нам пораньше, то у меня, возможно, прошла бы в более легкой, может, стадии, может, в более легкой какой-то форме. Не дошло бы все до того, что сейчас происходит. Почему для меня вопрос, в чем смысл жизни, он для меня глупый. Потому что каждый человек, он хочет жить. Если человек не хочет, у него психологические проблемы какие-то. Я жить хочу, у меня с этим проблем нет. Поэтому то, что я делаю, я делаю это для того, чтобы выжить, в принципе. И я хочу увидеть этот мир. Я хочу попутешествовать. Я хочу там заняться каким-то делом. Вот сейчас вот, например, я начинаю какое-то новое дело. Но это интересно. Если я умру, я этого сделать не смогу. Логично, что я хочу выжить, чтобы что-то интересное увидеть. И за свои 24 года у меня из интересного было, ну, не так много, как могло бы быть. И как я сейчас, например, вижу, что у меня будет. Как здорово. Зачем она рыдает? У меня главный подписчик расплакался. В общем, этот канал будет про меня, про мою болячку и про мою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин